Обычно с неба падает снег и дождь. По крайней мере, я так думала. Но оказывается, в некоторых странах с неба падают вместе с дождем осьминоги, рыбы, креветки и даже облака. Удивительно, не правда ли? Сегодня мы поговорим о необычных вещах, которые падали с неба. Рыбный дождь А знакомо ли вам такое погодное явление, как рыбный дождь? Думаете, это из области фантастики, рыба не может падать с неба? Вовсе нет. Этот удивительный феномен известен еще с античных времен. Самая вероятная теория происхождения – это водяные смерчи, вихри и торнадо. Ведь действительно, смерчи, проносящиеся над морями и океанами, имеют способность подхватывать воду вместе с ее обитателями, высоко вверх и переносить на большие расстояния. С середины XIX века такое природное явление происходит ежегодно в городе Йоро, Гондурас, подвергая в шок как население, так и ученых. Свидетели сообщают, что в небе появляются штормовые облака, начиная со сильной гроза с проливным обильным дождем. Гром и молния сопровождают погодное явление на протяжении 3-4 часов. Когда ливень заканчивается, жители наблюдают на улицах города большое количество необычных осадков, а именно живую рыбу. Дождь из пауков Дождь из пауков – своеобразное природное явление в Бразилии. Данное явление, которое любому человеку скорее напоминает страшный фильм ужасов, для бразильцев не является таким уж редким. Жители одного из регионов стали очевидцами живых осадков и записали необычное природное явление на камеру мобильного телефона. Вскоре видео оказалось в интернете и облетело весь мир. Специалисты поясняют, что на самом деле пауки не падали с неба и не научились летать. Они сплели огромную паутину, похожую на купол, и перемещаются с ее помощью. По словам арахнологов, а именно они занимаются изучением пауков, данный феномен довольно типичен для регионов с теплым климатом и высокой влажностью. Пауки не только перемещаются подобным образом, преодолевая тысячи километров, но и ловят себе добычу. Данный род пауков называется паравиксия, и они никак не могут навредить человеку. Дождь из осьминогов, морских звезд и креветок В китайском сегменте интернета стали появляться любопытные снимки. Спустя некоторое время фотографии разлетелись по всему миру, а произошло вот что. В среду 13 июня 2018 года на прибрежный город Цэндао, Китай, в провинции Шаньдун, обрушился мощный шторм. Сильный ветер и ливень буквально засыпали улицы города невероятным ассорти из морепродуктов. Перед этим событием был мощный шторм с огромным градом, который разрушил дома и машины местных жителей. Ураган, неожиданно разыгравшийся в Цэндао, оставил после себя на улицах города огромных морских звезд, осьминогов, креветок и прочих жителей Желтого моря. Считается, что этот странный погодный феномен произошел в результате образования торнадо над водой. Огромная воронка буквально втянула в себя тонны воды и морских обитателей, а потом, переместившись на сушу, обрушилась на городские улицы. Дождь из червей 4 марта 2001 года в Академии Галашилс в Великобритании футбольный класс Дэвида Крайтона был на поле. И вдруг в разгаре игры на учеников обрушились десятки дождевых червей. Некоторые из них, потрясенные увиденным, смеялись, другие же побежали в укрытие. Между тем, Крайтон взял горсть червей в качестве доказательства этого инцидента. После того, как дождь из червей закончился, Крайтон попросил своих научных коллег, чтобы они помогли определить причину произошедшего. Но никто из них не смог найти объяснение. Один учитель предположил, что это было причудливым погодным явлением. Но вышло, что в тот день погода была солнечной и ясной. Крайтон также заметил, что студенты были далеко от каких-либо зданий. Поэтому невозможно было предположить, что это было чьей-то злой шуткой. Хотя в этом случае не было найдено четкого объяснения, погода все-таки была виновата в дождей из червей, который обрушился на женщину в городе Дженнинг, США, в 2007 году. Элеонора Билл переходила улицу по пути на работу, когда ее вдруг забросало несколькими крупными клубками червей. В штате Луизиана внезапные дожди, торнадо и штормы не являются редкостью. А в этот день водяной смерж был замечен в нескольких километрах от места происшествия. Именно этот водяной торнадо принес червей и сбросил их на бедную, ничего не подозревавшую, или оно рубил. Дождь из крови Случаи кровавого дождя были неоднократно зарегистрированы в истории, начиная с 8 столетия до н.э. Долгое время считалось, что с неба на самом деле лилась кровь. Этому природному явлению приписывали сверхъестественное происхождение. По нему предвещали события. В настоящее время феномен разгадан, но не полностью. Более точное объяснение феномен получил в 2001 году, после того, как в Кирали, Индии, прошел алый дождь. К слову, в этой местности подобные события происходят часто. Там бывают еще зеленые и черные осадки. Поэтому ученые решили заняться этим вопросом. Первоначально в Центре изучения Земли предположили, что красные частицы появились из взрывающегося метеора. Но после исследования образцов почвы было установлено, что причиной такой окраски стали споры микроводорослей, которые произрастают в Австрии. На территорию Индии их занесло в облаках, дрейфующих через Аравийское море. Упавшие облака В разных частях мира в разное время можно было наблюдать суть фантастическое явление, как упавшие облака. В США, Саудовской Аравии и Китае это явление даже засняли на видео. Этот необычный феномен ученые до конца не раскрыли. Но выглядит это просто удивительно. Представьте, что вы сидите в парке или гуляете со своими друзьями, а на вас с неба начали сыпаться рыба или осьминоги. Какова бы была ваша реакция? 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok